Выставка в парадных залах Музея Академии художеств называется «Гальский дух на берегах Невы. Академия художеств и французская культура XVII-XX веков». Посвящена она году Франции в России и России во Франции. Конечно, о влиянии французской культуры на русскую особенно стоит говорить в преломлении к Академии художеств, потому что наша Академия, система образования была основана на системе Королевской Академии в Париже. И были приглашены французские мастера, которые здесь преподавали довольно долго. Выставка нынешняя представляет живопись, рисунок, гравюру, архитектурные чертежи и модели, скульптуру, фотографии и книги. Самые значимые, знаковые вещи на экспозиции – это, конечно, архитектурный раздел и, прежде всего, работы Тамада Тамона, которому исполняется в этом году 250 лет. Это работы Огюста Монферрана, проекты, осуществленные именно этих двух зодчих и во многом определили облик нашего города. Интересной очень является работа «Гуляние в парке», которая поступила к нам, это живопись, картина, поступила к нам в 1765 году, поступила как подлинное произведение Антуана Вато. Известно, что он своих работ не подписывал, пока был жив, это уже позднее сделали исследователи, поэтому название достаточно условное, но специалисты относят ее к одному из ранних периодов его творчества. Эта работа была написана в «Валансиене». Наиболее яркие явления, наиболее крупные, интересные и значимые для русской культуры, те, которые найдут отклик у зрителя, потому что, конечно, трудно найти в России человека, который не знает Монферрана или Тамада Тамона. А что касается Бландели и его проекта «Здание Академии художеств», я думаю, что это тоже вызовет определенные интересы. Что же касается рисунков акварелей, точнее, русских пенсионеров-архитекторов, лучших учеников Академии, которые продолжали на средства государства обучение за границей после окончания Академии художеств, то это тоже прекрасные, уже близкие к нашему времени образцы архитектурные графики, которые должны, мне кажется, заинтересовать архитекторов, дизайнеров, ну и публику. Научная библиотека представляет на этой выставке фотографии, исполненные во Франции французскими мастерами. Самая основная часть экспозиции – это дагеротип, созданный самим Джаком Луимандой Даггером. Работа была привезена одной из первых в Россию, еще до того, как фотография распространилась по России, и была выставлена в 1838 году на выставке здесь, в Академии художеств, впервые. С того времени ее местонахождение было неизвестно, обнаружено она была только в 2008 году. В общем-то, хотелось бы, чтобы все получили просто эстетическое удовольствие от представленных здесь произведений, потому что они действительно стоят восхищения и внимания. Редактор субтитров А.Семкин